приветствую всех на канале Порхан Казахстан сегодня мы расскажем вам о всей линейке продукции компании Сваровски почему потому что к сожалению охотники не совсем до конца представляют о том чем та или иная модель оптического прицела или бинокли отличаются друг от друга это важное знание для охотника почему потому что Сваровски это верхняя планка в производимые на сегодняшний день оптических системах предназначенных для охоты вот ну сначала несколько слов о компании Сваровски эта компания существует 49 года она из Австрии фактически сегодня это колоссально огромное предприятие которое занимается производством самых высококачественных приборов для охоты и наблюдения за дикими животными продукция компании Сваровски поистине революционная и уникальная в чем дело дело в том что эта компания сфокусировала у себя все производство от начала до конца весь цикл производства если говорить о качестве картинки о качестве оптики то по мнению абсолютного большинства охотников и любителей природы она лучше то есть на сегодняшний день Сваровски дает нам самое лучшее качество передачи изображения посредством оптических систем у Сваровски три основных линейки продуктов предназначены для нас для охотников это оптические прицелы зрительные трубы или подзорные трубы и бинокли коротко пробегусь по основным моментам но сначала расскажу о своем опыте использования Сваровски и истории как впервые у меня оказался этот прицел в руках ну в общем то как и все практикующие охотники у меня была твердая уверенность в том что охотиться можно и с продукцией других производителей это понятно и когда ты смотришь на цену Сваровски кажется что она очень большая это действительно так вот но в общем я обходился основную часть своей жизни без Сваровски вот и в какой-то момент совершенно случайно поехав на охоту в Испанию мне попала в руки винтовка на которой стоял оптический прицел Сваровски вот тогда состоялось первое мое знакомство с этой оптикой конечно впечатления были самые потрясающие то есть первого взгляда в оптический прицел было достаточно для того чтобы полюбить эту оптику раз и навсегда это был как раз тот момент когда я понял словосочетание картинка хрустит действительно качество изображения оптики Сваровски она настолько уникальна и потрясающая что после того как ты один раз посмотрел Сваровски другая оптика уже не заходит хотя конечно я и сейчас использование некоторых своих винтовках оптические системы других производителей но поверьте если говорить о том чтобы получать удовольствие от использования оптических приборов то это тождественно использованию приборов компании Сваровски начнем с прицелов да потому что оптические прицелы это наиболее такой тонкий инструмент для охотника именно оптические от качества оптического прицела от того насколько точно работают все его компоненты составляющие зависит качество выстрелов у Сваровски в отличие от других производителей таких как цейс как например люпальт как например вортекс нет градации по качеству да то есть если допустим выше названных производителей у них есть такие бюджетные линейки продукции рассчитаны значит на низкий сегмент рынка то у Сваровски вся продукция это верхний уровень то есть здесь вы не найдете каких-то там приборов которые были бы собраны в юго-восточной азии на филиппинах китае так далее безуспорно качество всех линз абсолютно на всех сериях значит оптических приборов одинаково чем отличается эта серия м сейчас расскажу у них у Сваровски в линейке продукции есть получается 4 основных серии ну на самом деле серии немножко больше но те которые мы можем использовать применять для охоты их вот на нашем континенте имею ввиду их ограниченное количество потому что есть серия Z5 она производится в дюймовых трубках специально в Соединенных Штатах Америки и продается только в Соединенных Штатах Америки здесь в Казахстане их очень тяжело такие прицелы найти потому что нужно получать специальную экспортную лицензию из США в общем и Сваровски не очень к этому хорошо относятся поэтому здесь у нас на территории Евразии в основном продаются значит приборы серий Z6, Z8, X5 и DC да то есть коротко расскажу о каждой серии ну во первых что такое Z6 и Z8 чем они друг от друга отличаются потому что в общем-то по функционалу по своему внешнему виду и по качеству картинки они абсолютно одинаковы это действительно так потому что оптические линзы и системы которые используются в этих приборах они практически идентичны отличие заключается в кратности переменной оптики о чем речь но сегодня понятно что любой охотник он заинтересован в том чтобы на его оптическом прицеле менялась кратность и чем больше диапазон изменения кратности тем более универсальным он получает прибор в свои руки если вы используете винтовку карабин на охоте допустим на коротке где-то в загоне то вам нужна минимальная кратность да для того чтобы у вас был широкий угол зрения чтобы вы быстро могли быстро передвигающиеся дичь найти и осуществить выстрел в то же время эту же самую винтовку вы можете использовать и для охоты например в горах когда дистанция выстрела может быть 400 500 метров тогда наоборот нужно максимальная кратность для того чтобы сделать точно прицельный выстрел по месту на дистанцию 500 метров например поэтому все производители стараются делать прицелы ну так сказать с максимальной с максимальным разрывом кратности классическое соотношение для всех производителей это 4 ну например 4 на 16 до или 5 на 20 или 6 на 24 сваровский первый среди производителей оптики и специальных прицелов для охоты смогли реализовать формулу z6 то есть соотношение 6 например то есть загонный прицел производится в кратности 16 то есть на минимальной кратности получается фактически он будет работать как ваш глаз то есть весь угол захватывать на максимальной кратности уже будет шестерка что означает что вы в принципе можете с этим прицелом охотиться совершенно спокойно до 200 до 300 метров серия z8 она еще выше подняла этот порог то есть на сегодняшний день чуть ли не единственные в мире оптические прицелы которые выпускаются с таким диапазоном изменения кратности то есть 18 допустим 2 16 3 умножить на 8 получается 24 и так далее то есть в этом есть уникальность приборов сваровский другие компании смогли реализовать такую формулу только при изменении диаметра трубки если они делают эту трубку 34 миллиметра толщиной и даже больше вот прелесть сваровский в том что вот все вот эти вышеозначенные серии они делаются на 30 трубки потому что толщина трубки влияет на вес а вес для охотника это тоже одна из самых важных величин в определении прицела для охоты вот основное отличие двух вот этих серий z6 и z8 заключается в том что в первом случае значит кратность нижняя и верхняя имеет соотношение 6 во втором случае z8 имеет соотношение 8 прицелы серии z8 значит имеет вот такие вот съемные барабанчики благодаря которым можно установить баллистическую турель то есть это тоже очень важно особенно для нас для алматинцев потому что нас охота производится в горах и для того чтобы удобнее было водить поправки вертикальные горизонтальные удобнее использовать конечно такую большую удобную турель значит турель построен таким образом что она конфигурируется под каждый вид оружия или под каждый вид боеприпаса которые вы используете то есть у нее в комплекте идут вот такие вот сменные кольца которые позволяют вам использовать разные варианты либо цифровые значения поправок клики так называемые либо уже сразу под каждую дистанцию поставить определенного диаметра колечка для того чтобы у вас четко и быстро было переключение там 200 300 400 метров так одевается она очень просто она фактически прищелкивается к турели таким образом и после того как вы естественно прибили 0 выстроили точную точку точку попадания у вас появляется возможность вносить поправки значит посредством баллистической турели здесь на баллистической турели есть специальный винт который поменяв положение которого вы фактически можете зафиксировать движение барабанщика что не дает возможности ему прокрутиться ну и там условно говоря сбить какие-то поправки тоже очень легкая удобная система вообще что я хочу сказать про сваровский использую последние там 6 лет два прицела у меня на двух винтовках это исключительно эргономичный прибор и интуитивно понятный поэтому даже человек который до этого не имел опыта общения с оптическим прицелами совершенно спокойным образом сможет разобраться в том как правильно внести поправки как правильно пристрелять прибор и ваш комплекс для того чтобы все работало как единое целое коротко пробегусь по основным моделям представленных в магазине мерген который стал с недавнего времени официальным дистрибьютором компании сваровский в казахстане прицел z6 по нему сразу видно что этот прицел преимущественно будет использоваться для загонной охоты потому что кратность у него от единицы до 6 что это значит что на минимальной кратности вы видите фактически как будто своими глазами то есть фактически вы получаете коллиматорный прицел почему потому что здесь у вас в каждом оптическом прицеле сваровский предусмотрено подсветка да то есть и в случае если допустим номер подразумевает выстрел на 200 250 метров 300 такое бывает на загонных охотах то есть у вас есть возможность на максимальной кратности произвести выстрел с необходимым для вас увеличение такие прицелы активно используют на полуавтоматических винтовках почему потому что допустим вот охота на волка да когда нужно много раз стрелять когда движущаяся цель быстро меняющая ситуация охоты ну необходимо иметь именно такой прицел который позволяет вам видеть широкий угол поля потому что ситуация на охоте мгновенно на такой меняется еще такие оптические прицелы любят стрелки практики почему потому что тоже но превосходное качество сваровский дает им дополнительные преимущества при выполнении каких-то спортивных упражнений следующий прибор z6 это вот мой например фаворит да я такой прибор использую уже на протяжении последних шести лет если память не изменяет значит два с половиной на 15 на 44 ну я на свой прибор установил баллистическую трель которая дает возможность мне быстренько вносить поправки в чем прелесть этого прибора прелесть этого прибора заключается в том что у него среди всех вот этих вот больших прицелов то есть которые использовать нужно и можно для горной охоты с кратностью 15 максимальный самый низкий вес с учетом того что все-таки в горах мы всегда думаем о том чтобы вес был минимальный получается что вот этот прибор оптимальный то есть я его использую очень этому рад потому что качество картинки дает возможность совершать потрясающе точные дальние выстрелы вот и это всегда радует охотника отдельно хочу сказать про прицельные сетки в продукции сваровски есть разного вида прицельные сетки например на этом обычное перекрестье вот но мне этого вполне достаточно потому что я стреляю не по сетке по баллистической с использованием баллистической турели и для реальной охоты в горах все-таки рекомендация для всех пользоваться баллистическими турелями почему потому что при выстрелах под углами у вас всегда будут разниться показания с теми которые у вас привязаны к сетке вот но тем не менее есть у нас несколько приборов в магазине и с баллистическими сетками которые позволяют спортсменам тоже используют высокоточники такие приборы использовать их на соревновании когда нужно быстро на разные дистанции там стрелять по мишеням на скорость еще один прицел серии z6 2 на 12 на 50 ну тоже этот прицел универсальный можно считать его потому что на кратности 2 вы можете совершенно спокойно охотиться на любой загонной охоте то же самое кто-то их даже использует для каких-то соревнований практически стрелки я имею ввиду вот то же время 12 кратность позволяет вам совершенно спокойно стрелять на дистанцию 500 400 метров принципе даже и дальше но просто дальше мы не рекомендуем стрелять охотником почему потому что это неэтично по отношению к животным значит здесь как у всех прицелов с воровский регулировка кратности здесь есть дополнительная регулировка под ваш плюс-минус если у вас что-то проблемы со зрением какие-то значит и бокс для батарейки соответственно тоже есть подсветка которую можно использовать в сумеречном режиме 2 на 12 z6 тоже можно установить баллистическую турель далее мы немножко поговорим о приборах серии z8 у этой серии решен вопрос кратности равной 8 то есть 8 раз может быть диапазон меняться частности вот у меня в руках абсолютно уникальный прибор по моему единственный в мире с кратностью 075 на 6 что значит 075 075 это означает что вы видите даже еще больше объем чем глазами да то есть если единичка это соответствует вашему глазу то 075 вы захватывать еще больше в угол да то есть фактически вы получаете готовый коллиматорный прицел для каких-то любых загонных охот для спортивных мероприятий вот с одной стороны с другой стороны на шестерке вы можете стрелять до 300 метров как мы уже говорили особенность этого еще прибора заключается в том что это тоже единственный прибор в мире где вы можете менять вид прицела подсветки например на коротке у вас будет большое красное кольцо до с точкой в центре вот а если вам нужно выстрел сделать на какую-то дальнюю дистанцию то у вас будет просто одна маленькая точка красная которая позволит вам точно прицелиться по месту это серия z8 следующий прицел z8 с кратностью 1 на 8 то есть фактически вот в этом маленьком приборе у вас решены все функции дает возможность вам использовать его как для спорта так и для высокоточной стрельбы так и для любых видов охот почему потому что на восьмерке в принципе можно стрелять даже уже на дистанции там 300 400 метров то есть в том числе использовать его в горах при этом у него минимальный вес и самая лучшая в мире картинка потому что у сваровски как я уже говорил фишка этой компании в том что качество изображения за счет оптики лучшее среди всех производителей один представитель z8 серии это прицел с кратностью 1 и 7 на 13 с половиной на 42 тоже вот я бы наверное если бы сейчас покупал себе прицел я бы наверное взял вот этот прицел почему потому что принципе кратности 13 с половиной достаточно для того чтобы стрелять до 500 метров совершенно спокойно 42 линза обеспечить вам потрясающую яркость любых условиях потому что это сваровски я вот говорил что вот у меня один из прицелов которые использую он с дюймовой трубкой то есть z5 серии так называемые американские даже при этом яркости его хватает и она больше чем допустим у других американских прицелов с 30-ми трубками с большими линзами 50-ми так далее вот и тут естественно вес то есть за счет того что он более компактно он получается более легкий поэтому те кто сфокусировал на так называемый backpacking hunting то есть охоты с рюкзаком я думаю что для таких для таких охотников этот прицел будет идеально ну и тоже вот я установил себя баллистическую турель уже то есть вот так он выглядит в окончательном варианте этот прицел уже с кратностью 2 на 16 но фактически тоже она описывает и охватывает любые потребности охотника то есть вот это наверно самый универсальный прицел на сегодняшний день производимый в мире потому что двойка позволяет вам спокойно охотиться на загонах вот а 16 дает вам возможность охотиться на 500 на 600 метров делать выстрел вот фактически все это собрано в совершенно небольшом компактном приборе 50 миллиметровая линза даст вам сочную яркую картинку вечернее время в сумерках на рассвете вот подсветка даст возможность вам всегда осуществить точный выстрел случае если это необходимо тоже в сумеречное время в общем это такой уже супер универсал это уже прибор более высокой категории предназначен в принципе он для я думаю высокоточной стрельбы и горной охоты три с половиной на 28 на 50 у этого прибора уже стоит баллистическая сетка то есть исходя из этого сразу понятно для каких целей он предназначен то есть это для тех кто любит на дальняк так сказать кто увлекается высокоточной стрельбой то есть это лучшее решение серия x5 у сваровски она сфокусирована на решение задачи высокоточной стрельбы в первую очередь конечно спортсмены высокоточники используют очень любят эти приборы да потому что вот допустим кратность три с половиной на 18 вот у них большие барабаны совершенно четкими кликами вот выстроенная система информативности которая позволяет стрелку быстро вносить поправки вот естественно баллистические сетки которые дают возможность дополнительно использовать не только барабанчики но стрелять по сетке вот но и высокогорные охотники кто стреляет надалеко значит тоже используют эти прицелы используют эти прицелы также те кто участвует в соревнованиях по варминту как по живым суркам так и по металлическим мишеням то есть серия x5 фокус на дальний точный выстрел самым верхним в этой линейке является прицел с кратностью 5 на 25 вот и здесь линза 56 миллиметров то есть фактически то есть это самый такой мощный дальнобойный оптический прицел который можно использовать в том числе и на охоте и вот друзья вершина инновации в оптических прицелах в мире на сегодняшний день это оптический прицел серии DC сваровский несколько лет назад презентовали эту модель был вообще такой страшный ажиотаж среди охотников в чем фишка этого прицела фишка заключается в том что фактически в нем встроен баллистический калькулятор лазерный дальномер который позволяет вам одним нажатием сразу внести поправку автоматически которая будет на вашем прицеле отображаться то есть и произвести выстрел то есть в данный момент есть конечно прицелы которые работают аналогичным схожим образом но то какое количество опции сведено в этом приборе пока что еще не превзойдено значит о чем речь ну во первых здесь стоит термометр до который закладывает в расчет их необходимые данные угломер значит датчик давление то есть фактически прибор собирает всю информацию за исключением ветра которую вы можете положить него значит он коммуницирует через ваш смартфон после приобретения когда вы едете устанавливать этот прибор на свою винтовку вы вносите посредством своего кпк все данные касающиеся виды оружия используемого калибра типа пули баллистический коэффициент в общем все все параметры которые фактически влияют на качество выстрела вот и затем все эти данные хранятся внутри этого прибора то есть уже приходя непосредственно на охоту и увидев дичь вы нажимаете одну единственную кнопку и за счет того что все устроено внутри системы лазерный дальномер определяет дистанцию до зверя и тут же вносит поправку причем поправку он вносит ту сетку которая встроена в прибор то есть вы видите там красненький огонек или красненькую точку которая зависимости от того насколько удалена от вас на какой дистанции находится ваша дичь опускается ниже или поднимается выше в зависимости от того как она передвигается то есть одним нажатием вы получаете все необходимые данные для того чтобы осуществить точный выстрел но это бесспорно конечно очень важно особенно для людей которые увлекаются торфейной охоты когда бывает что ваш торфей который вы всю жизнь искали он может появиться на какой-то коротком мгновении точно также исчезнуть поэтому этот прибор он является наверно самым дорогим среди значит прицелов компании swarovski но и при этом самым высокотехнологичным